здравствуйте дорогие братья и сестры на библейский портал экзегет пришел вопрос такое ощущение что в христианстве все для монахов а как быть мирянину спасибо за прекрасный вопрос действительно основная аскетическая и нравоучительная письменность составлена монашествующими и самые древние памятники часто чем бывают и они написаны руками монашествующих но есть такой у антония великого основателя монашества великий ученик а в исае подвижник он говорит братьям мы приходим в монастырь братья незачем другим как только за христианским совершенством нет отдельного монашества христианство есть традиции и устав жизни а нравственные правила вопросы молитвы покаяние встречи с богом исполнение заповедей разные по форме но всегда одинаковые по сути для всех поэтому чтение даже монашеской литературы особенно древней литературы при отметании того что связано с бытом суставом и с традициями непосредственно а монашеских общин очень для нас полезно для нас для мирян для всех очень полезно что еще очень полезно полезно читать патриковую литературу она показывает нам как эти великие подвижники поступали исходя из своих христианских убеждений и что они говорили ну например из достопамятных сказаний братья спросили аву пимена ава если ты увидишь во время богослужения что брат задремал что ты будешь делать рассчитывая что видимо они на кого-то жаловались рассчитывая что ава пимен будет строг и скажешь конечно надо разбудить что за безобразие мы тут богословим а он тут спит а вы сказал если увижу брата который засыпает я положу его голову на свои колени вот любовь и милосердие сострадание видение своих недостатков и через это исправление ближнего в этой литературе очень много примеров которые которые для нас для всех важны ну конечно прежде всего мы имеем священное писание которое составлено точно для монахов а для всех верующих в господа людей для всех христиан вот надо прежде что изучать его внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео